друзья мои дружочки привет сегодня у нас мини обучалка по двойному пищику для тех кто с этим инструмент кто мало сталкивался с духовыми инструментами то сталкивался много разберут сами вот но и может тоже хотя в этом в этой обучалке что-нибудь интересное для себя найдут мы сейчас сейчас рассмотрим три вещи как держать как извлекать звук и как делать быструю настройку три вещи да вот вот он мой двойной пищик вот в таких наших новых футлярах некоторые пользователи уже получают его в таких футлярах вот и вот он инструмент как держать у нас с каждых на каждой руке используется по три пальца левая и на правой левая рука у нас вверху вверху ближе к рту правая внизу хотя в принципе можно и наоборот но я предпочитаю я буду рассказывать именно в такой пальцевой позиции и все нюансы будут касаться именно такой позиции поэтому извольте-ка держать так значит как мы как мы ставим пальцы три пальца левой руки у нас кладутся на на отверстие правой трубки двойного пищика три пальца правой руки кладутся на отверстие обеих трубок вот и кладутся вторыми фалангами буквально наших пальцев ну или можно конечно первыми но вторыми удобнее то есть можно даже немножко перегнуть и ни в коем случае не надо вот сделать из пальцев грабли просто вот ровными кладем по три три пальца здесь три отверстия здесь и шесть отверстий по два на каждый палец мы закрываем здесь вот и можно уже из хотя нет звук еще извлечь нельзя потому что мы не научились извлекать звук сейчас мы научились держать наш пищик двойной и теперь мы научимся извлекать из него звук мы должны вот эти вот замечательные штуки под названием трости мы должны взять вот так вот настолько в рот вот вот тут вот есть у нас восковая перемычка да и до самой до нее это вот наши губы в разрезе мы берем и не и трость которая часть вот это вот во рту она ничего во рту не должна касаться не щек не языка не на слюня в те и и вот так вот раз делаете губами и собственно дуете получаете звук язычки наши вот завибрировали завибрировали язычки вот эти вот вот так вот вот и рождается звук посредством этой вибрации закрываем как мы учились все отверстия у кого-то по началу может получиться плохо самый нижний звук когда закрыты все отверстия можно допустим один палец указательным поднять вот это будет немножко легче вот так вот получается звук дуть надо но в зависимости от дуть надо не слабо то есть если мы будем дуть слабо то будет вот так или будет хрипеть вот это не флейта это все-таки язычковый инструмент идут надо конечно так посильнее вот но и не очень сильно когда если мы дуем очень сильно то получается вот так инструмент затыкается язычки затыкаются и уже все не вибрирует то есть давление средненькое после звукоизлечения вот вы научились уже ставить пальцы научились извлекать звук уже может даже играете что-то вот но очень важно конечно научить научиться инструмент вводить в игровое состояние даже не скажу настраивать а вот он каждый инструмент он должен входить в свое игровое состояние для этого ему нужен прогрев прогрев и перед тем как настраивать тоже и он тоже сначала должен быть прогретым еще может даже в ненастроенном состоянии мы берем любую любую ноту хоть вот я предпочитаю брать допустим это у меня пищик вреда я вот предпочитаю вторую нотку брать один палец вот этот безымянный на правой руке подымать и на этой ноте делать прогрев чем дольше мы его будем делать там не знаю до трех минут тем в принципе лучше то есть инструмента особенно трости приобретают влажность теперь температуру нашего тела и тем самым как бы входят в свой рабочий режим ну у меня сейчас уже инструмент немножко разогретый вот и неважно если вы даже слышите не стройные звуки все равно вы его прогреете если у вас есть слушатели вы им скажите ребята это черт возьми не музыка это настройка это прогрев вот и вы инструмент прогреваете можно конечно даже что-то уже играть если вы уже умеете это делать но я вот допустим предпочитаю наслаждаться красотой одного звука вот после прогрева когда все инструмент уже такой согретый хорошо вошел в такое свое игровое состояние поет вот уже важна настройка потому что инструмент тростниковый и после того как он полежал у вас может даже некоторое время а то и там долгое время я надеюсь не очень долго и вы хоть не знаю хоть каждый день но играете вот он полежал и естественно он немножко расстроился потому что тростник эта штука живая это это живой материал вот который который как-то там живет по-своему движется и этот приходит приводит наши наш двуголосый инструмент к расстройству голосов вот они как бы немного расходятся их надо собрать в кучу вот я сейчас инструмент намеренно немножко расстрою расстрою вот расстраиваем вот отлично прекрасно расстроенный инструмент вот и мы его прогреем прогреваем мы слышим эту вибрацию несостроенных трубок несостроенных пищиков это говорит о том что какой-то выше какой-то ниже вот и как как нам это понять вот для этого мы берем главный интервал главные два звука на которых как бы вообще основу которая является некой такой основой строя инструмента на мой взгляд вот это вот 2 2 2 2 звук и 6 получается до звук 2 на левом голосе на левой трубке 6 на правой то есть мы поднимаем безымянный палец правой руки и большой палец левой руки и получается вот что и слышно что звучит это не очень как-то вот вибрация не самое приятное у этого созвучия и теперь нам надо выяснить какое расхождение у этих у этого созвучия то есть мы в наши 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 отверстия то есть налево это вот на левой трубке вот этим пальцем мы можем подставить немножко палец на отверстие и этим самым проверить если то есть этим самым левая трубка у нас звук ее сделается ниже вот и мы проверим стабилизируется ли при этом наше созвучие стабилизации не происходит все та же неприятная вибрация вот тогда мы берем правую правый голос правую правый пищик и начинаем вот наш большой палец подставлять на его отверстие тоже при закрывать отверстие и как бы занижать звук правого пищика вот и слушать если это стабилизирует инструмент мы тоже сделаем определенные выводы вот уже можно сделать выводы что при понижении правого пищика строй стабилизируется то есть у нас какая ситуация у нас левая труба левый пищик ниже правого или правый выше левого то есть мы поэтому нам надо что сделать нам надо или повысить повысить левый пищик или понизить правый вот я в данном случае предпочту может быть понизить понижать всегда немножко даже проще на мой взгляд хотя нет одинаково вот но для понижения у нас есть особый метод щипания язычка то есть если вы допустим поняли что у вас какой-то из пищиков надо понизить данном случае это правый мы можем сделать щипание то есть мы правому пищику мы щипаем язычок так очень аккуратно вообще я обычно говорю что этого нельзя делать потому что ну как бы это требует определенная аккуратности и ловкости рук вот вот такое вот щипание языка делаем и это немножко его понижает строй сейчас проверим да уже интервал стал значительно стабильнее но все равно еще немножко биение вид слышны вот и как видно щипание недостаточно то есть чуть-чуть уже стало стабильнее но щипание недостаточно иногда в каких-то случаях вот именно такая быстрая постройка она приводит инструмент в тонус в строй вот но не в нашем случае поэтому мы прибегаем ко второму методу к методу воска то есть чтобы когда у нас воска на языч на язычке больше и то строй этого пищика пони ну ниже если язычка если воска меньше то строй выше то есть язычок теряет свой вес и вибрирует вибрирует вот так вот что важно на вибрирует быстрее вот поэтому мы берем воск можно прямо вот отсюда из нашей восковой перемычки ну вот и добавляем его на язычок налепливаем на нашу сюда и слушаем опять по-моему интервал прекрасно строит вот и теперь можно уже с помощью других интервалов допустим этот палец мы ставим обратно поднимаем безымянный палец левой руки уже у нас будет интервал кварта звучать послушаем кварту кварта тоже очень хорошо строит чуть-чуть еще не хватает слышно что все равно еще не строй берем еще небольшой кусочек воска и опять его налепливаем на язычок а теперь интервалы по-моему весьма чистые вот все наша быстрая настройка закончилась вот так же есть еще методы более тщательной настройки настройки еще с привлечением тюнера когда нам надо в нужную частоту прям четко настроить или с привлечением тюнера или другого звучащего инструмента по этому вопросу мы снимем отдельную обучалку а пока вот такой вот быстрый урок по звукоизлечению постановки пальцев и нас и быстрой настройки и так быстро пробежимся что мы сейчас изучили пальцы мы ставим левую руку вверх на три отверстия и про на правую руку 2 на 2 2 фалангой ну вот мы ставим на по 2 отверстия под по 2 закрываем каждым пальцем по два отверстия на обоих пищиках вот как извлекаем звук мы по самую восковую перемычку берем губами вот так в рот и не ничем не касаемся во рту наших тростей и дуем не сильно не слабо дуем вот средне как как вот это между этими на самом деле это конечно очень индивидуально все вот но от этого конечно тоже зависит строй вашего инструмента и его звук обычно мы стараемся пищики настраивать не на очень сильное давление чтобы это было по плечу ну всем может даже и детям прибыли такие случаи что на наших инструментах неплохо играли и деть вот и последний последние два момента это как настраивать можно язычок щипнуть да а нет как как мы проверяем с помощью полу закрывания дырочек мы слушаем стабилизируется ли наш вот этот вот тоническая наша квинта наш интервал как вот такой вот вот подставляем пальцы вот если интервал стабилизируется становится гармоничным звучит хорошо значит значит этот этот пищик надо понижать по для понижения у нас есть два способа или мы быстро щипнем вот так вот пальцем это конечно очень такой небезопасный способ смотри не сломайте ваши трости вот и тогда с помощью этого щипания чуть-чуть происходит понижение строя это этого немножко но иногда этого может не хватить тогда мы берем от отщепляем воск и накладываем его на язычок а если мы с язычка убираем воск тогда строй повышается то есть в язычок становится легче и строй у него становится выше вот и все что я хотел на сегодня рассказать а пока напоследок слушаем музыку музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok